Моя одиссея музыканта, она началась, когда я практически только родилась. У меня была нянька, которая меня учила арием из опер. А потом мой брат, который играл на рояле, я начала говорить, он ноты на рояле стучал, и учил меня, как они назывались. Это были мои первые шаги по земле и в мою одиссею. У меня замечательные были родители. Мама Двося, которую потом звали Дарья, в силу антисемитизма, а папа Мурдухай, который стал Михаилом. И у меня были совершенно замечательные две няньки, которые, я уже упомянула, учила меня арием из опер, которые я пела в очереди. Другая нянька, когда у меня было года три, она меня брала на руки, я была очень маленькая, и ходила со мной в очереди в магазин и говорила мне, пожалуйста, пой. Я вот пела эти арии, и нас пускали без очереди. Самое, конечно, значительное было видение девочки, которую поставили на стол у родителей. Были друзья такие, вот мы были как-то на одном сборище, и девочку поставили на стол, которая играла на скрипке. И вот тут решилась вся моя судьба. Мне, по-моему, было тогда меньше трех лет. И я вытащила всю душу из моих родителей, играя перед ними, брала просто две палочки, и ходила, и пела, так как я умела петь, и играла, и сказала, что я хочу быть обязательно скрипачкой. К счастью, мой папа в детстве, Викторий Наславий, жил и пел в одном хоре с Абрамовичем Емпольским, знаменитым профессором. Они пели. В хоре папа инженер, строитель, он не знал, кем стал профессор, знаменитейший профессор Емпольский. Он позвонил ему и говорит, Абрашенко, вот тут у меня моя дочь нас с ума сводит, хочет играть на скрипке. Я очень хорошо помню, как я пришла к профессору Емпольскому. Я, во-первых, меня мама нарядила, конечно, но потом я понимала, что мне нужно обязательно, как леди, нужно иметь часы. И это была Россия, конечно, в магазинах ничего нельзя было купить. И я вытащила из маминых духов пробочку черненькую и привязала себе на руку. И таким образом я появилась перед Емпольским. Он сразу понял, в чем дело. Он говорит, это что? Который час сейчас? Я говорю, я всегда прихожу вовремя. Что, конечно, неправда. В моей будущей жизни не всегда я приходила вовремя. И я помню очень хорошо этот визит к Емпольскому. Ну, надо было там спеть. И я спела. «Онегин, я тогда моложе». У меня три с половиной года. Потом он говорит, а ты ноты знаешь? Я говорю, да, знаю. И была уже тогда немножко нахалкой. Он говорит, вы можете положить руки на рояль, «Я вам все ноты назову». Он, конечно, не поверил, но это меня брат научил. Он положил две руки на рояль, и я все ноты ему звала. Это был визит. Я маршировала. В общем, как полагается, визит к профессору. Он сказал, что, конечно, я должна играть, должна учиться на скрипке. Но он говорит, что она слишком маленькая. Я действительно была очень маленькая. Я сейчас-то не очень большая. Но, в общем, меня стали учить на скрипке. И так как я была очень маленькая, вот эта скрипочка, она приехала со мной. Я очень сентиментальная, к сожалению. Вот эта скрипочка одна шестнадцатая, которую специально сделали тогда для маленькой малютки-девочки. Вот это были мои первые шаги в мою Одиссею. Ну, дальше была центральная музыкальная школа. Я не очень хочу останавливаться на первых шагах. Это первый этап. Он всегда у всех, в общем, одинаковый. Хотя я начала в четыре года. И я очень помню хорошо, когда я поступала в центральную музыкальную школу, как во дворе были лошадки. Это, знаете, такие... ЦМШ. Поступление в центральную музыкальную школу я запомнила, как будто бы это случилось вчера. Я каталась во дворе на лошадках. И потом меня приняли в ЦМШ. И я очень хорошо помню, как мы сидели в кружке, потому что я была в нулевке, нулевой класс. Я была очень маленькая по возрасту. Мы сидели в кружке, пели, танцевали. В общем, это были хорошие годы, начало. Но я тут же сказала родителям, что я не хочу играть на скрипке, потому что я поняла, насколько это трудно. Но тогда уже мои родители сказали, что теперь всё уже. Мама моя была фианистка, но она стала моим репетитором, моим, в общем, воспитателем. Она ходила со мной на уроки. И это, конечно, я обязана тем, что я играю на скрипке, обязана моим родителям. Папе он привёл меня к импольскому маме, которая меня, в общем, выходила. А потом центральная музыкальная школа, консерватория. Это всё уже был какой-то один такой поток. Единственное, что я тоже очень хорошо помню, что я была вначале, считалось, что продаджей. То есть я занималась, всё прекрасно. А потом я стала заниматься своим образованием сама. То есть я перестала заниматься на скрипке, но я ходила на все концерты, любимые симфонические концерты, большой зал консерватории, с партитурой. И это было моё самообразование, которое потом дало много бенефитов, сказать по-русски, как много положительных качеств. Я стала музыкантом в детстве, потому что я не вылезала из большого зала консерватории. И ещё к тому же образование, конечно, замечательное в Центральной музыкальной школе. И мы обязаны были играть на рояле, кроме того, что у нас скрипки. И я помню свои часы, проведённые за роялем. Я очень любила Рахманинова. Я сама пела и сама себе играла. В общем, это были такие годы интересные, но они как-то быстро пролетели. И консерватория. Я закончила школу на два года раньше. Мне было скучно. И я сдала экзамены, в общем, перескочила. Потом консерватория. И вот в это время была страшная полоса антисемитизма. Это были годы, когда Сталин готовил высылку всех евреев в Биробиджан. У меня была, как сказать, я была космополитом. У меня были друзья без разбора национальности, этнингрупп. И вот в какой-то момент и мои родители меня воспитывали интернационально, потому что они хотели моей ассимиляции. И секретно, чтобы какие-то сообщать сведения, они говорили на и дыши дома. Но они меня не научили. К сожалению, я считаю, что это неверно было сделано. Но так случилось. А потом вдруг на улице меня обозвали Жадовка. Это было перед тем, как нас должны были. 50-й, перед смертью Сталина, нашего знаменитого любимого вождя и отца. И я пришла домой и страшно рыдала. Жила я в центре, я родилась у Никистских ворот. И вот я помню свою дорогу, когда меня у Никистских уже тех же ворот обозвали Жадовку, я не пошла в школу, я вернулась домой. И мама мне тогда стала объяснять, в чем дело. Это было поворотным пунктом в моей жизни. У меня друзья изменились. То есть я изменила круг друзей. И я стала интересоваться и еврейской литературой, и еврейской музыкой. В общем, я стала еврейкой. И это были 1953-1953 год. Потом кончилась консерватория. И меня даже не взяли в аспирантуру. Мои документы не взяли в аспирантуру. Консерватория московская. Моя Алмата. Это было, конечно, ужасно. Поэтому я от Абрама Чаимпольского уехала в аспирантуру в Ленинград. Профессор Эйднин, тоже ученик Ауэра. И у меня с ним связаны замечательные воспоминания, как он не хотел, сказал, что он не возьмет меня, потому что я кофе переварила. Я вот потом как-нибудь хочу, чтобы вы видели, как он меня учил варить кофе. Но это были годы замечательные в консерватории в Ленинградской. Теперь уже Санкт-Петербург. К несчастью, Юрий Ильич заболел и умер очень скоро. И я вернулась в Москву, к Ойстраху. Так что я считаю, что я родилась под счастливой звездой. У меня были самые лучшие профессора. Моё образование музыкальное, если бы только я занималась на скрипке все эти годы, было бы на самом высоком... Я переговорю. Моё образование, я считаю, это большой удар с неба, что мне посчастливилось заниматься у таких замечательных педагогов. И вот я оказалась у Ойстраха. И дальше начались практически... Это первый такой большой этап моей Одиссеи, моё детство. Я сейчас вижу, что моя жизнь, она как-то так кусками, этапами. И вот мне видится, что эти этапы как острова. Первый остров, потом второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Но я вижу семь больших островов, и я путешествовала из одного в другой. Поэтому я действительно думаю, что моя жизнь — это Одиссея музыканта. И консерватория, перед тем, как конкурсы начались, консерватория, это закончился какой-то огромный период. Вот начавшийся с первых шагов, когда меня нянька учила петь Аризу, Пирамегин, я тогда моложе. Это то, что я могу вспомнить о консерватории. У меня, конечно, был один тоже замечательный эпизод с моим профессором Бимпольским. Потому что он сначала возлагал на меня надежду, потом я перестала заниматься. Я пошла вниз, но он не бросал меня. Просто так он хотел всё-таки меня вытащить. Вот я помню, в консерватории случилась история. У нас обычно был план, что мы должны играть в течение этих лет в консерватории. И была в программе Сюита Танеева, которая очень красивая, но безумно длинная, 45 минут. И каждый год я видела в своём плане там «Прелюд Танеева», ещё что-то. В следующий год «Сказка Танеева». Я подхожу к четвёртому курсу консерватории. И вдруг я хочу, вдруг я начинала просыпаться от своего образования. Я поняла, что всё-таки я хочу играть. И мне захотелось играть на классном вечере у Абрама Чаймпольского. А у него классные вечера были совершенно невероятные. Начиналось вот с «Малышей» и кончалось там Леонид Коган знаменитейший, Юлиан Ситковецкий. Кончалось это вершинами Ростислава Дубинский. И мне хотелось на этом классном вечере сыграть идёт в форме вальса. Абрам сказал, что всё это было прекрасно, но пока ты не сыграешь всю Сииту Танеева, я тебе эти произведения не дам. А это подходило время каникул. И две недели у нас было каникул в консерватории. И тогда я поняла, что дело пахнет керосином, что мне надо учить. И я за две недели выучилась в Эду Танееве. Я нашла подружку-пиранистку, с которой я занималась. И после каникул я пришла к Абраму Ильичу и выучила всё это. Он потом сказал, что я сыграла это на закрытом вечере. Всё прекрасно, я сыграла на закрытом вечере, и он мне дал сыграть и тюд в форме вальса Сен-Санса, и на экзамене сыграть концерт Сибелиуса. И первый раз за много лет я получила пять с плюсом на экзамене. А потом этот случай, Абрам Ильич писал книгу о своих студентах. Не называя фамилии, я стала заниматься. Наконец, этот наступил переломный момент, я стала заниматься, а потом уже пошли, конечно, конкурсы. И Абрам Ильич писал об этом, что как он своего этого студента заставил заниматься. Я помню, мы сидели, слушали эту книжку в большом классе консерватории. Я сидела на задней партии. И когда читали эту книжку и шёл разговор о Сибелице Танеево, все стали оборачиваться ко мне, я тихонько сползла под стол. Потому что все поняли, о ком идёт речь. О ленивом ученике, которого он переборол. Ну вот и консерватория кончилась, потом аспирантура в Ленинграде, и дальше начались конкурсы. Но когда я приехала в Ленинград, мне пришлось очень тяжело, потому что мне надо было расстаться с тем, в чём я была в Московской консерватории. Юль Ильич Эдлин меня скрутил, моё понимание по поводу Баха, и оттуда начался Бах. Это уже следующий период моей жизни. Я благодарна Юльичу, потому что мне пришлось очень тяжело расставаться с тем, чему меня учил Емпольский всю жизнь. Но Емпольский был профессор старого времени, а Юль Ильич Эдлин уже был современный. И я помню, как мне пришлось переучивать Чикону Баху. А когда я сыграла её на первом моём всесоюзном конкурсе, сказали, что Эдлин сошёл с ума, потому что он был первый, который переделал всех нас и заставил играть уртекст. То есть то, что Бах написал, и я это хочу вам показать сейчас. Это моя Библия, как я называю. Это уртекст Баха. Написанное всё его почерком. И вот это то, куда мне пришлось окунуться. И я беспредельно благодарна Эдлину за то, что он меня заставил переучить Чикону тогда. Интересная история, которую я сейчас вам покажу, это уртекст, вот точно так, как Бах писал, только оно, конечно, уменьшенное, и, разумеется, это копия. Вот вы открываете, и у Баха шесть сонат и партит. И Чикона не является средней. Чикона не является в середине. Она не стоит по порядку в середине, потому что идут сначала соната четыре части, первая соната, потом партита, потом идёт вторая соната, и потом идёт вторая партита, где Чикона. То есть вначале гораздо больше нот, что называется. Но вы открываете, а потом идёт только после чеконы, последняя соната и партита, и вы открываете, и у вас чекона. Как раз на половине чекона. Как мог гений Бах такое сделать, непонятно. И по поводу Баха это будет следующий мой остров будет. Бах, и всё, что случилось после консерватории. Но вот это вот невероятное... Сейчас я хочу, чтобы просто засняли. Вот это чекона. Первый конкурс, на который меня пустили, это тоже история, как с одного острова перебраться на другой. Меня не пускали много раз на прослушиваниях, не выпускали за границу на конкурсы. Опять-таки в силу, к сожалению, жидовка. И я решила, что, наверное, я больше уже не буду пробоваться. Каждый раз, когда я играла на прослушивание, обязательно что-нибудь происходило. И политика всё. Происходило так, что меня не допускали на выезд. И вот в последний раз я решила, ладно, я упорная. Ха, между прочим, обо мне была такая частушка. Характер Нины непокорный и очень конкурсно-упорный. Я могу сказать уже наперёд, что не просто конкурсно-упорный, а жизненно-упорный. Ну вот конкурсно-упорный. И вот начался последний заезд на конкурс НЕСКУ. И я решила, что это действительно последний раз, когда я пробуюсь. И получилось так, что опять была ситуация в жюри. Это же жюри консерваторские махинаторы, профессуры. Ну, я неправильно сказала, махинаторы вы вырежете. Профессура. Все политиканы. Все вот такие. Но там были не только московские профессора в жюри. Там было ещё четыре профессора из разных городов и республик. И вот эти четыре профессора. Беляков, который был из Санкт-Петербурга. Домбаев, который был из Еревана. Из Киева профессор. Они, и ещё один профессор из Московской консерватории. Они собрались и пошли разговаривать в отношении меня в Министерство культуры. Потому что считали, что действительно недопустимо ко мне относятся. Это очень было для меня... Я помню мои ощущения по этому поводу. Я всю жизнь им, всей жизнью им благодарна. Моей концертной жизни. Мне надо будет вспомнить фамилию профессора из Киева. Потому что я вспомнила Беляков, я вспомнила Домбаев. И вдруг я забыла фамилию из Киева. Я потом могу досказать это? Это очень важно. Вот меня пустили в запасной на конкурс Винеску. В запасной я была до сентября месяца. В сентябре месяце там было до меня ещё трое молодых людей. Один из Украины, к несчастью для него, имел родственников за границей. И его сняли. Значит, остались мы втроём. Двое мальчиков и я. Двое русских мальчиков. И вот таким образом, как запасная, я поехала на конкурс Винеску. И надо сказать, что... Я не буду называть фамилии, не нужно это. Но Коган, это я назову. Коган, который был политикан и политик номер один. Я играю на первом туре конкурса Винеску. У меня появилась подружка, переводчица Мила Попещану, которая потом, к несчастью, она была убита во время Чехословатского. Всякая история. Она была журналисткой потом. Она была переводчица. И она переводила нам, русским конкурсантам, и переводила на конкурсе между журей. И она мне рассказывала, после первого тура я сыграла. И она говорит, ты знаешь, ты всё равно прошла первой. Там была 20-ти балльная система. Ты всё равно прошла первой. Но не чистая двадцатка. Потому что Коган работает против тебя. Почему Коган работал против меня, жидовка? А работал он на Игоря Фролова, который должен был быть по его понятиям. Затем партии и правительство будут им благодарны. Русский, первая премия русская. Потом у нас был вечером банкет. И я уже знаю, что я первая, но не чистая двадцатка. Большой банкет для радиооркестр из Москвы. И большущий зал, я помню этот приём. И мы, голодные ребята, в конце стола там конкурсанты едим. А во главе стола Джорджеско, Коган, Рихтер был. На этом фестивале, огромный фестиваль имени НСКО. Не просто конкурс. И вдруг Мила Попещанова, которая там переводила, бежит через весь этот зал. Ко мне, Нина, тебя увидел Джорджеско. Джорджеско был знаменитый дирижёр и такой лорд. У него была красавица-жена, это была пара невероятная. Он увидел меня и попросил, чтобы та за мной побежала. И мы с ней бежим через этот весь огромный зал. И вы знаете, вот такое ощущение, что у вас крылья были. Выросли. Я понимаю, что что-то хорошее, наконец, в моих скитаниях начинается. И Джорджеско берёт мою руку. А я играла в последний день конкурса. Он говорит, до сегодняшнего дня я не видел первую премию. А сегодня я её услышу. Ну, состояние понятное. Играю я второй тур. И на второй тур приезжает Шеринг, знаменитый Генрих Шеринг. На первом туре его не было. И второй тур я играю. Мне казалось, что всё, теперь я буду играть лучше. Крылышки там где-то. И вдруг мне показалось, что никогда хуже я не играла, чем на втором туре. Я помню, моя пианистка, моя подружка, тоже считала, что мы с ней ужасно играли. А программа была очень большая, часть музыки. И мы с ней стараемся быстро сложить вещи, чтобы скорее уйти, потому что слёзы текут. И в этот момент дверь Настиша открывается в грин-рум. И входит Шеринг. Шеринг был всегда такой джентльмен. Невероятный. И я вижу, что за ним, как уже служка, идёт колон. Не полагается член жюри идти к конкурсантам. Шерингу было всё равно. Он хотел меня поздравить. И он мне сказал, что какие-то такие слова мне неудобно даже повторять, что он никогда не слушал такого музыканта. И вот тут я должна сказать, что я была горда своим детством, когда я ходила на концерты, когда я ходила с партитурой, когда я изучала музыку. Это был результат. После второго этого тура я уже ясно шла на первую премию. Коган сдался. Уже никакие его игры не имели значения. И вот после второго тура большой банкет в замечательном каком-то памятной садьбе. И опять Мила Попищана бежит за мной. Нина, тебя увидел в Джорджевску, просил привезти. Вот эту фотографию я хотела, чтобы вы запечатлели. Вот тут стоят. Это после второго тура. Вот стоит Кабалевский. Это Шеринг. Генри Шеринг. Потом не безызвестные вам. А это обязательно в нашей группе должен был быть гибист. Который за нами наблюдал. Такой беридзе был. Дальше идет Джорджевску. Теперь вы видите, как он выглядел. И дальше министр культуры Румынии. Это фотография после второго тура. Я уже поняла, конечно, что я буду первой премией. Последний тур был... Я играла концерт Шостаковича. И надо сказать, что была жуткая жара. И в Румынии не было тогда air-condition. Значит, пришлось играть. Играть с вас как душ шел пот. Пардон. Я должна была играть последнее. У нас было шесть человек на последнем туре. И за день до этого я пошла слушать Шеринга на концерте. Я настолько была под впечатлением его игры, что я ночью не могла спать. Но конкурс есть конкурс. В девять часов начинается конкурс. И я готовилась, чтобы в девять часов я должна быть уже со скрипкой, разыгранная в этом зале. Я прихожу туда в одиннадцать. Обычно это мой путь за час до концерта. И оказывается, у испанца, у конкурсанта лопнула соль струна. Это очень большая потеря для скрипки. И пришлось в жюри сделать перерыв. Поэтому мое выступление отложилось на час дня. И тут я поняла, что я не выдержу это. Потому что ночью я не спала. Я уже себя держала в руках. И тут будет два часа ожидания. Мои нервы сдадут. Я вернулась в отель. Благо, это было недалеко. И этот случай был описан потом в газетах. А вернулась в отель и легла спать. Я только попросила портье, чтобы меня разбудили. И вот случай этой дисциплины, самодисциплины был потом описан в газетах. Я проснулась через час. Я пошла. Я сыграла концерт Шостаковича. И вдруг на последней части у меня лопнула струна. И мне казалось, что дирижер не взял тот тем, который я хотела в финале. Мне натянули струну. Я говорю, давайте переиграем финал. В общем, переиграли финал так, как я хотела. Результат был совершенно необычный этого конкурса. Ну, я получила первую премию. Ладно. Я получила специальную премию за концерт Шостаковича. И более того, Джаджеску, о котором я уже столько рассказывала, он переголосовал первый тур. Он выступил. Я потом это все узнала от моей милы Попещану. Он выступил и сказал, Я считаю, что на первом туре мисс Бейлина была underestimated. И переголосовали. И я получила 60 из 60. Но это был мой конкурс. И он мне дал, в общем, путевку в жизнь в мои следующие конкурсы. И у меня практически три премии в кармане каждый год. 61, 62, 63. Это 61-й НСКУ. Потом был Чайховского конкурс. Я получила бронзовую медаль. Бронзовую медаль я получила, потому что в первый раз в жизни я заболела очень сильно. Меня заставили играть на конкурсе Чайховского. И я заболела вирусным гриппом. И первый раз в жизни я ошиблась. У меня память очень странная. Но я помню музыку. Я не помню цифры. Я могу перепутать очень много вещей. Но музыку я всегда помню. Но в силу того, что я переболела вирусным гриппом, на втором туре за этот концерт Шостаковича, за который только что получилось специальное премие, я пошла на репризу. Первый раз ошиблась. И я шла на первую премию вместе с Гудниковым. Говорили, что Гудников классик, а Белина романтик. И если бы не случилось вот это мое несчастье, то, что я сейчас уже рассказала, ошибка. Мне потом пришлось очень трудно из этого состояния выползать, выходить. Потому что я выходила на сцену, я боялась забыть. Я стала заниматься йогой. Ну, в общем, я получила бронзовую медаль все равно на конкурсе Чайковского. И дальше я получила в рампри на конкурсе в Париже. Так что это мой, так сказать, второй этапный путь, мой второй остров, эти мои конкурсы. Я во фраке сегодня, во фраке, который сшили Израилю Чудновскому, моему покойному мужу и отцу нашего Эмилии Чудновского. Это был фрак специально сделанный. Он тогда работал в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в оперном, малом оперном театре. И из какой-то своих поездок я уже стала ездить за границу. Я привезла этот специальный материал, очень легкий. И этот фрак он надевал до своей смерти. Это был специальный фрак, и я его привезла сюда. И прошло много лет. Прошло, я переделала этот фрак на себя лет семь назад. Прошло с его смертью уже сорок, сорок два года, сорок один год. И я чувствую себя в нем совершенно необычно. Я чувствую себя утепленной, как будто он меня обнимает. Физически обнимает. Это один из моих, в общем, любимых аутфит, что называется. И случилось так, что с Чудновским у нас долгая-долгая-долгая была предыстория. Потому что он меня помнит еще, когда я была девчонкой маленькой, бегала. Я была ужасно быстрая. По лестницам в центральной музыкальной школе. Он был старше намного. А потом случилось так, что я в своих поездках поехала в Новосибирск. В оперном театре работал тогда Чудновский. И случилось так, что мы были дружны с его братом, Павел Чудновский, который живет в Москве. И мы друг о друге знали очень много. Но не встречались никогда. И вот на концерте, после концерта вдруг приходит в артистическую Израиль Чудновский. Мы его всегда называли Зюта. Это специально никнейм. Приходит, и мы так с ним встретились, как будто мы действительно всю жизнь друг друга знали. И в эту ночь мы играли всю ночь квартеты. Он был, кроме того, что он совершенно невероятный был дирижер и вообще образованнейший человек, его называли ходячий энциклопедия. Он играл в детстве на скрипке и на альте в центральной музыкальной школе. А потом он кончил консерваторию как дирижер. И мы всю ночь играли квартеты. Роман такой был. Было понятно, что мы встретимся еще в жизни, несмотря на то, что я на следующий день уезжала дальше по своим концертам. Но он потом говорил, что вот он меня услышал, и он понял, что мы абсолютно одинаково чувствуем музыку. И что что-то такое между нами невероятно общее, без которого трудно музыканту, в общем-то, жить. Нужно, чтобы у тебя был партнер. И потом, когда его выгнали из Новосибирска, он приехал в Москву, выгнали за то, что он был очень требовательный. Он не был членом партии. У него было плохое имя, у него был Израиль. И из Новосибирска его, в общем, попросили уйти по собственному желанию. Он приехал в Москву и должен был куда-то устраиваться на работу. И когда он приехал в Москву, я помню все наши дни, какая была отдача, сколько было разговоров о музыке и игра вместе. А потом, в общем, роман закончился тем, что мы объединились. И мы поженились, невзирая на то, что я знала, что он будет где-то в другом городе дирижировать. И называли наш брак по-еврейски. Там были тогда фильмы итальянские, развод по-итальянски. Это все неореализм итальянский. А нас в шутку поверечали брак по-еврейски. Сначала он был в Илан-Удэ. Потом он приехал уже в Москву. Перед тем, как его назначили, его взял его товарищ по Новосибирску. Замечательный был режиссер Паслаков. Он его пригласил в Малый оперный театр в Ленинград. И к этому времени мне очень хотелось, чтобы у нас был наш ребенок. И это связано с изумительным местом под названием Пермо. Это была обитель музыкантов, начиная с Ойстраха, знаменитого Давида Федоровича Ойстраха, у которого, как я уже говорила раньше, я занималась в аспирантуре после Эйлина. И Ойстрах, и Чудновский потрясающими были рассказчиками анекдотов. И мы ходили очень часто вечером, после того, как все занимались, музыканты. Потому что хороший климат, и все прекрасно было. Мы ходили гулять. И был конкурс неофициальный. Чудновский и Ойстрах. По поводу рассказчиков, по поводу анекдотов. И ужасно ревниво относилась к тому, когда выигрывал Чудновский. Ужасно ревниво относилась к этому Тамара Ивановна, жена Ойстраха. И она всегда ему нашептывала. В общем, было очень забавно. У меня с пиарной связано многое. Это отдельный остров. У меня связано очень много воспоминаний. Во-первых, я стала шпионить за Ойстрахом, как он занимался. Он любил мою компанию, чтобы мы ходили, пили кофе. После того, как он кончал заниматься. Это обычно происходило в 5 часов вечера. И в половине пятого я приходила к его даче и слушала, как он занимался. Это была невероятная школа. Потому что Ойстрах в это время, уже будучи народным артистом, знаменитейшим скрипачом, он поехал в Америку. И когда я уже была здесь, я увидела, услышала историю с другого конца. Он приехал в Америку. И мой готфадер, Саша Корос, тоже, к несчастью, ушедший из жизни, он был переводчиком неофициального у Ойстраха. Потому что Саша из России. Но он в Америке много лет был уже к тому же. И Саша мне потом рассказывал, что Ойстрах просил его сказать, а что Саша был скрипачом знаменитым. И Саша отвечал на его вопрос. Тот спрашивал, а что вы считаете мне нужно? И вот я помню, как я слышала, я не понимала сначала, в чем дело, потом я уже поняла, конечно. Я слышала, как Ойстрах, будучи таким знаменитым и таким замечательным, конечно, музыкантом, как он переучивал систему перехода. И так как мы с ним, в этот момент мы с ним как-то сблизились, я не могу сказать, подружились, но он любил мою компанию, а меня это доставляло невероятное интерес и удовольствие. Он мне рассказывал, как-то сказал, вернее, однажды, что он бы с удовольствием разбил бы свои все пластинки. Потому что там был вот этот переход, один переход первым пальцем. Я слушала, сидя на ступеньках, как он это переучивал. Потом в пять часов я стучала в дверь, открывала дверь мне Тамара Ивана, жена его в Ойстрах брал свою трость, и мы с ним шли гулять. И Тамара Иванова вслед мне говорила, «Ниночка, помните, что додику нельзя сладкое?» У него был диабет, и он был достаточно плотный. «Ну, хорошо», я говорила, «конечно, конечно». Мы шли с ним. А это маленькая Европа, Эстония, Перну. И там была такая маленькая улица, где были очень хорошие кафе. И замечательные сладости были. Мы с ним ходили в это кафе. Он говорил, «Ниночка, какое пирожное вы хотите?» Я указывала пальцем, какое я хочу пирожное. Мы садились с ним за столиком. Я сижу здесь с пирожным, он сидит здесь. И он начинает есть через стол и съедает практически мое пирожное. Я говорю, «Дэвид Федорович, неужели вы думаете, что если вы едите с моей тарелки, вы его не едите?» Он съедал, он не мог остановиться. Потом мы гуляли, разговаривали, шли на берег. И дальше он говорит, «Ниночка, хотите мороженое?» «Ниночка, конечно, хотела мороженое». И Давид Федорович, знаменитый, Давид Федорович, не стесняясь, у меня брал изо рта, можно сказать, мороженое. Но это все были замечательные встречи и разговоры. Разговоров было, конечно, много. И Оистрах невероятно трогательно и тепло относился к Чудновскому. И когда Чудновского не стало, он написал микролог. Потому что он знал, кто такой Чудновский, как дирижер. И он любил его компанию. И они много-много-много разговаривали. Это были наши пиарманские встречи, да. А потом у меня там была невероятно интересная social life. Мои родители были друзьями с семьей Стерлины. А Стерлин женился на Ире Луначарской. Ири Луначарская удочеренная дочь Луначарской. И у нее был замечательный два сына. И вот один Андрюшечка. Мы потом посмотрим. Я потом покажу фотографию. Надо найти ее. Это был мой мальчик. И мы с ним носились по пляжу с этим Андрюшей Стерлином. И мы до сих пор вспоминаем. Мы очень дружили с ним. Для меня это была какая-то такая разрядка после напряженного дня. Если только я не шла с Острахом. И кроме того, вся семья Луначарских Стерлиных, они были знакомы с совершенно замечательным режиссером Варпаковским, с писателем Алешиным. И, к сожалению, для меня это было, к сожалению, с Аджубеем, который был зятем Крущева. И забегая вперед, могу сказать, что у меня после концертов в Москве обычно собиралась публика в моей квартире, ну, немногочисленная. И вот однажды Рада Хрущева и Аджубе сидели у меня на кухне. Потому что забегая вперед, это было тогда, когда не стало Чудновского, и мои родители ушли, и стол из столовой перенесли на кухню. И вот там собирались после концерта. И вот на одном из концертов были Рада Хрущева и Аджубе, и сидели у меня на кухне. Но эту компанию мои друзья не очень любили, и поэтому в тот вечер они не пришли ко мне. А вот мне было интересно разговаривать с Аджубеем, который впрямую говорил своим детям, что классическая музыка не нужна. Такие вот были у нас наверху. Он был главный редактор газеты. По-моему, правда, это надо проверить. Но эта группа людей, Варпаховский, Оистрах, Варпаховский, Алешин, это была какая-то совершенно необычная для меня полоса. Сошел на высшем уровне, сошел, вот, сошел, это не знаю, как сказать по-русски, жизнь в обществе. А, жизнь в обществе. Это была жизнь в обществе. А я, в принципе, не очень общественный такой человек, чтобы похвастаться какими-то другими знакомствами. В силу моей профессии мне пришлось со многими встречаться. Но, так сказать, просто на отдыхе, в пиарную, это была особенная ситуация. Родился у нас с Чудновским сын, Эмил Чудновский. Почему он Эмил Чудновский? Сначала он у нас был Бэмби. Мы очень оба любили Диснея. И мы первый месяц не знали, как мы его назовем. Но был у нас Бэмби. А потом мы соединили имена наших отцов. У отца Чудновского Гилель, а мой отец Михаил. И получилось Эмиль. Внизу и насвистывал концерт Шостаковича. Тем самым он меня вызвал к окну, и я показала ему, кто у нас родился. И в то же время, у меня тут же, конечно, нянька забрала моего Бэмби. И в то же время я смотрю, что Чудновский держится за поясницей. Я говорю, что такое? Поясничка болит. В общем, это было начало трагедии. Мы поехали в Пиарну, потому что Чудновский работал тогда в Малом оперном театре в Санкт-Петербурге. И мы задумали, что я буду с маленьким Микенком в Пиарну, а Чудновский будет приезжать. Он должен был ставить Дон Карлоса в Малиготе. А он будет приезжать к нам на субботу, на воскресенье. И вот так вот с этим скарбом, со всеми колясками, бог знает чем, я приехала в Пиарну к тем, к той хозяйке, у которой когда-то были мои папа и мама жили. И вдруг я чувствую, что что-то надвинулось страшное. Потому что я видела, как Зюта плохо спал. То есть он спал, но лицо изменившееся. И он держался за поясничкой. Вот один день мы пошли с ним гулять. Хозяйка наша, она как родственница была, она говорит, пойдите погуляйте, Микки спит, все в порядке. Мы пошли на берег. И вдруг Зюта говорит, знаешь, Белка, у меня же прозвище Белка. Знаешь, Белка, я собираюсь к моей маме. Моя мама умерла. Что ты? Ты знаешь, у меня, и он поставил себе диагноз, как я уже говорила, он был ходячей энциклопедии. И у него был словарь, который у него потом отняли в госпитале. Хирург Файл отнял у него этот словарь. Он поставил себе точно диагноз, что у него рак сигмы. Но тут же ему было очень плохо. Мы поняли, что он не должен ехать сразу в Санкт-Петербург, а что он должен поехать в Москву и провериться, что происходит. И я бросила двухмесячного Микки, два месяца, два с половиной месяца, бросила на хозяйку на три дня. И я поехала в Москву, полетела с Чудновским. Я помню, как он мне звонит, он тут же сделал визит к врачам, рентген. И он звонит мне оттуда и говорит, знаешь что, я себе правильно поставил диагноз. Только мы не будем делать никакую комедию, ломать комедию. Мы будем всегда говорить друг другу правду в момент, когда я буду уходить. Потом я вынуждена была вернуться, конечно. Это три дня были страшных в Москве. И он должен был уже ложиться в больницу на операцию. С ним был его родной брат. А я поехала к нашему маленькому Мике. Я помню, что, зная Пиарну наизусть, потому что я там много лет бывала, я заблудилась. Я всю дорогу, я перелись в Чудновском, не плакала всю дорогу, когда я летела в Пиарну, всю дорогу плакала. И в автобусе потом из аэропорта в Пиарну я... И, в общем, я потерялась. Я часа два ходила по Пиарну, не могла найти свой дом. Ну, я сейчас остановлюсь, наверное. Трагедия, которая случилась... Это страшная, страшная трагедия. Я не могу даже об этом говорить. Мне безумно жалко нашего маленького сына. Потому что он практически не имел по-настоящему до трех лет родителей. Я в момент, когда все это случилось, я была сиделкой у Чудновского. Я научилась его колоть. Мы делали операцию, и все было понятно, чем это кончится. И я его не отдала в госпиталь. Он умер практически у меня на руках. А Микки маленький с нянькой был в другой комнате. Большой остров. И на этом острове начался мой Бах. Чудновский, как я вам говорила, он был скрипач. И я помню, в одной из поездок я с ним ездила, когда он дирижировал. Я учила Баха. И он говорит, а почему тебе не сыграть всего Баха? И вот в память о нем я три года своей жизни потратила. И я играла только Баха, когда его не стало. Поэтому играть Баха для меня, так же, как пойти в синагогу и разговаривать с кем-то там наверху, это для меня прикоснуться к музыке Баха. Я посвятила все то, что я делала три года, я, конечно, посвятила Чудновскому. И вышла я из своего этого состояния, с этого острова. Микки, однажды я пришла домой, где-то уже был третий год, я была без Чудновского. Пришла домой откуда-то, и Микки с нянькой. Он говорит, мам, ты помнишь, как папа пел? А Зюта был невероятно сильный человек. И он его учил песням тоже, так, как когда-то меня учила нянька. И он ему пел, он тоже его научил арием из опер. И вдруг маленький этот самый трехлетний, а ты помнишь, как папа пел? Цацка, я тебя люблю так же, как и мать твою. И на скритвочке играть будешь, как и твою мать. И вот это мне мальчик спел. Два года прошло, у вас полгода прошло. И вот у меня началась жуткая истерика. Я была как каменная эти годы. И вот когда у меня закончилась истерика, я поняла, что я возвращаюсь к жизни. Профессор Эйлин был специальным профессором в моей жизни. Потому что он меня совершенно купил, когда я приехала в Ленинград. Совсем не подготовленная к тому, как я там буду жить. И мой отец сделал гостиницу. Но гостиница должна была быть со второго дня. Я пришла в консерваторию к Эйлину. В аспирантуру я поступала. Пришла к нему. А у меня были друзья физики в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И один из них был очень в меня влюблен. И он встречал все поезда на московском вокзале, зная, что я должна приехать в аспирантуру. Но в этот момент еще гостиницы не было. И я прихожу и оставила вещи у него. Прихожу в консерваторию. Эйлин сидит в ауровском классе. Там замечательный был класс с портретом ауров. Потому что ауэр, собственно, создал всю нашу русскую замечательную школу скрипичную. Начиная с Санкт-Петербурга. Эйлин был невысокого роста. С потрясающей серебристой серебряной шевелюрой. Маленький, очень такой, всегда элегантный. Встречает меня, а мы, в общем, с ним еще не были знакомы. Просто я приехала и представится, что я приехала в аспирантуру. Он подходит ко мне, смотрит. А где вы живете? Я ему рассказываю то, что ко мне встретил мой приятель. Порядок вопросов. Он говорит, вы за него замуж побоете? Я говорю, нет. А вы его любите? Я говорю, нет. Достает ключи из кармана. Вот вам ключи от моей квартиры. Вы сейчас берете такси. У вас есть деньги? Я говорю, есть деньги. Возьмите такси, возьмите вещи. Я сейчас позвоню тете Паше, его домом-управительнице. И вы будете жить темно-то, пока у вас не будет гостиницы. Незнакомый профессор. В общем, я поехала за вещами, взяла вещи и приехала. Меня тетя Паша встретила. Все прекрасно. Дальше она говорит, вы знаете, ты знаешь, вот Юльичу я приготовила еду, вам приготовила ужин. Его жена была на даче в этот момент. Это был сентябрь месяц. Я приготовила вам еду, но кофе ты приготовишь. И показала мне, где кофе, все. В общем, мы с Юльичом сидим, ужинаем, ужин прекрасно сделаем. Дальше он говорит, а теперь пойди сделай, пойдите, он тогда, она вы еще со мной, пойдите и сделайте кофе. Я пошла. Я никогда кофе раньше дома не пила. Это было какао, и там чай, и вдруг кофе. Короче говоря, я его хорошо вскипятила. И принесла Юльичу, правда, чашечки, все, где тетя Паша приготовила. Я помню его выражение лица. Если вы так будете играть, как вы готовите и кофе, я с вами заниматься не буду. И вот с тех пор, так как он пил кофе, мы с ним уже потом, он меня научил варить кофе, все было уже по-настоящему, и он со мной занимался. Если бы, не дай бог, с ним не случилось, то это не случилось. Я бы закончила бы ленинградскую аспирантуру. Но случилось так, что у него с сердцем было плохо, и он ушел из жизни очень рано. Но он меня передал в поистоку. Надо было считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, десять. Я считала один одновременно говоря, но я считала. Все нормально, видите? Воля! Воля! Вот тебе кофе. Спасибо. Только сахара нет. Без сахара пьешь. Ну, со сгущенным молоком. Иммиграция. Один большой-большой остров. И моя любимая Италия. Надо сказать, что в детстве, в юности, у меня было две мечты. Одна Италия, а другая Япония, которая еще не состоялась. И вот Италия, мне посчастливилось, я считаю, что эмиграция, она, конечно, страшная была, но мне посчастливилось, что я попала в мою Италию и попала в Рим. Я эмигрировала, как вы понимаете, с маленьким Микки, пять лет. Абсолютно без скала, без двора, без денег. И в Италии, до Италии мы должны были проехать через Вену, где должны были бы сказать, куда мы хотим ехать. И вот в Вене, я никогда не забуду этот страшный отель Цунтюкен, где нас поселили с Микки, с одной кроватью, с железной. И бедный мальчик упал и разбил себе ловик. И там организация, которая нас вела из России, они с нами проводили политбеседы. Зачем вы едете? Почему вы хотите ехать в Соединенные Штаты? Почему вы не хотите ехать в Израиль? И там у меня была встреча совершенно невероятная, о которой я очень хочу поведать. Нас там встречают обычно ведущие, которые говорят по-русски, и которым мы должны дать анкету, кто мы и что мы. И в анкете я, конечно, написала, что я вдова, что у меня сын пятилетний, профессия скрипачка, солистка, педагог. Пожалуйста, профессия есть. И вот встречает нас Дина Фиолковская, я никогда в жизни не забуду ее, красивая женщина, которая начинает со мной вести беседу, все прекрасно, улыбка в 25 см, 36 зубов, все это есть. И она начинает говорить, да, вот нам нужны люди в Израиль. Я говорю, я хотела бы. А куда? Я думаю, я спрашиваю, я не думаю, вы вычеркните потом. Я спрашиваю, а куда? Она говорит, ну, у нас замечательная есть Академия. Я говорю, я знаю, Рубин Академий, она и в Тель-Авиве, и она в Иерусалиме. Прекрасно. Я говорю, вы знаете, что вот мой сын, он совершенно замечательно образован уже музыкально, и он должен быть музыкантом, потому что его отец мечтал, чтобы он был музыкантом. У него все данные для того, чтобы быть музыкантом. О, замечательно, он может быть в этой Академии, там для детей, там все прекрасно. Хорошо, замечательно, а где я буду? Вы знаете, у нас есть вот Бершева, такой город, и там оркестр, там новые эмигранты, и вот там мы вам можем предоставить место работы. Я на секундочку оторопела. Я говорю, скажите, а как, где мы будем жить? Ну, он будет в детском, в дормитории, в детском, как сказать? Ну, вычеркните, конечно. Ну, не дормиторий, как? Общежитие. Он будет в детском общежитии при Академии, и вы будете на субботу и воскресенье видеть друг друга. Тогда я, помню, я так сглотнула. Я говорю, вы знаете, что одно из двух, либо у вас нет этой части тела, либо у вас нет этой части тела. Вы читали мою анкету, вы понимаете, что у ребенка не было отца уже практически, и теперь вы хотите, чтобы у него не было мамы. Значит, у вас эта часть отсутствует. А к тому же вы не видите внимательно, что никого на свете у нас нет, мы только вдвоем. И вы представляете себе, что я могу жить без своего сына, после всего того, что мне пришлось пережить, я готова куда угодно ехать вместе с сыном. Ну, та-та-та, я говорю, до свидания. Передайте, пожалуйста, мои бумаги, я не поеду в Израиль. Передайте, пожалуйста, мои бумаги в соседнюю комнату. Это был Хиас и Джоин, по-моему, так они назывались. Я поеду в английско-говорящие страны, то есть либо в Канаду, либо в Америку. Забегая вперед, когда я уже эмигрировала, я просто хочу эту историю рассказать, когда я уже эмигрировала, и так уже начались мои концертные турне, меня пригласили играть в Израиль. И я была приглашена солистом с биршевским оркестром. И у нас такие были хорошие концерты, и был замечательный дирижер Мэнди Родан. Нас вызвали потом с оркестром в Иерусалим делать передачу на радио. И первая, кто мне встречается, когда мы входим в это радио, встречается, это Дина Фиолковская. Когда я ее увидела, я говорю, уйдите, пожалуйста, я с вами разговаривать не буду. Она хотела обнять меня, поцеловать, я сказала, я с вами разговаривать не буду. И я эту историю всю, которую я вам только что рассказала, я сказала по радио. Я сказала, что нельзя посылать людей, таких как Дина Фиолковская, на встречу с эмигрантами, которые не знают, где они, в конце концов, пустят корни, где они опустят свои ноги. Вот эта вот история, которая началась в Сум-Тюркин, в Вене, и там была еще одна маленькая история. Как все эмигранты, мы, конечно, были потеряны, но мы, наконец, могли что-то увидеть, услышать, то, чего мы не могли сделать, будучи в России. И пошли эмигранты все, купили какие-то дешевые билеты, слушать Кармен в опере. И Чудновский ведь жил в опере, это была его, практически его обитель. И я с ним жила в опере много времени. Поэтому для меня пойти в оперу и увидеть дирижера в оперном оркестре, для меня это была травма. Я просидела весь, всю Кармен, я просидела на лестнице. Как я стала плакать, когда я вышел дирижер начинать Кармен. Микки был с моими друзьями-эмигрантами, слушал Кармен, а я просидела всю Кармен на лестнице. Ну вот, значит, начинается путешествие в Италию, чтобы потом поехать в Америку или поехать в Канаду. Я знала, что в Канаде будет очень правильно, если мы туда поедем, потому что канадцы очень хотели матерей с мальчиками, чтобы мужское население у них росло. И я подала документы, я приехала в страшные дни, первые дни, первые месяцы, как устроиться, как жить. У меня много историй там, я не знаю, сумеем ли мы это все в один фильм уложить. Например, у меня история, мы жили в Остии, мы должны были эмигранты снять место в Остии, чтобы дожидаться, когда наши документы пройдут через все официальные департменты, посольства. И в Остии мы жили на третьем этаже, дом без лифта, но для меня все равно это было замечательно. Хотя мне приходилось руками стирать наше белье, и трудно было очень с маленьким Микки. И вот я помню, он уже стал вместе с моими компаньонами по этой квартире, семья с девочкой, они уже стали ездить в школу в Рим, чтобы дети научились английскому языку. И у нас была такая очередность, один день я еду с ними, другой день они едут. И в этот день они уехали в Рим, а я стала стирать белье. В Италии очень трудно с горячей водой, там только дается один бойлер, и то нам надо было платить, мы бедные. Постирала белье и пошла сушить на крышу. Итальянские дела. С корзинкой. Пришла на пятый этаж, повесила белье, дождь. Бегу опять на пятый этаж, снимаю, но все равно белье-то мокрое. Значит, через час дождь прошел, я опять бегу с корзинкой наверх, опять вешаю белье, опять дождь. Короче, я на третий раз, у меня корзина вся рухнула на грязный, весь прокопченый пол этого пятого террасы. Мне пришлось собрать белье и идти вниз замывать его. И вот тут была ледяная вода, в Риме замечательная вода и очень вкусно пить, но стирать в ней достаточно трудно. У меня закоченели руки, я помню, как я сидела на краю ванной, и у меня началась страшная истерика. Я подумала, что я не в состоянии буду все это преодолеть, мне же надо начинать играть, мне же надо, я понимаю, что я приеду в Америку или в Канаду, мне надо играть менеджером. У меня руки свело. И вот в таком состоянии ужасном я поехала в Рим забирать детей из школы. И когда я стояла на улице, вдруг меня узнал один большой друг моего покойного Чудновского Поперна, Дмитрия Поперна, пианиста, он со своей женой тоже привезли девочку в эту школу. Он посмотрел мне и говорит, Нина, что с тобой? Я ему рассказала. Он говорит, зачем же ты так? Почему ты не пришла в американскую церковь? Там замечательный совершенно пастор Билл Вудамс, который помогает всем музыкантам. Он в каком состоянии. Я говорю, ну вы знаете, у меня такая скрипка, а история со скрипками, а потом расскажу. Я должна вам показать фотографии. Скрипка ужасная. Как я буду у вас играть на такой скрипке? Я обеспечу вам приличную скрипку. Приготовьтесь вот через две недели поиграть после моей службы. Я получила скрипку, и я помню этот день, солнечный день, хотя уже осенний день. Я приехала в церковь вместе с Мигей, конечно, и я играла там с их органистом одну сонату Баха, конечно, Бах. И чекону Баха, который заканчивался после службы час музыки. И как сейчас помню пастор, который уже в рясе, он встал, и вся его пастор встала вместе с ним. Это была моя первая овация в моей новой жизни в американской церкви. После этого пастор говорит, пожалуйста, останьтесь на ланч. Я говорю, ну как же Микки? У нас все обеспечено. То есть там детская комната. Пожалуйста, останьтесь. Я осталась. Потом он подходит ко мне и говорит, куда вы подали документы? Я говорю, в Канаду. Мне кажется, что там мы устроимся хорошо и там любят матерей с маленькими мальчиками. Нет, ваше место в Америке. Я вам переделаю все документы, и вы должны поехать в Америку. Я испугалась, но пастор есть пастор, и дальше он говорит, и я хочу вам предложить. У меня есть комната, у меня есть квартира для гостей. Вы будете моим гостем, пока вы не уедете в Америку. Только единственное, что я вас попрошу, играйте когда-нибудь после моих служб. Я сейчас могу плакать. Потому что это был подарок оттуда. И мы с Микки из этой ужасной ости, с этих страшных условий, с крышей и с бельем, мы приезжаем в эту квартиру. И надо сказать, что мы приехали в начале ноября. Это, по-моему, было 7 ноября, когда мы въехали. И первый раз за эти два с половиной месяца я все белье положила в стиральную машину, не руками. И потом, конечно, мне пришлось опять с этой штучкой с корзиной пойти и повесить, но это все было уже по-другому. Но пастор сказал, что никаких денег у меня за эту квартиру брать не будет. Тогда я сказала Микки, пойдем, я выпью кофе, а тебе я что-то такое куплю. И первый раз ребенок съел мороженое. На улице я купила ему мороженое, я выпила кофе. И тогда он спросил меня, мам, а почему сегодня такой праздник? Я говорю, сегодня день революции. Мы с тобой празднуем, что мы не там и празднуем революцию. Нашу революцию. Это было начало моей замечательной жизни в Италии. Я считаю, что это римские каникулы. Мало того, что я попала в свою любимую Италию. Конечно, музеи это была моя программа на каждый день практически. Кроме этого, я обнаружила совершенно невероятное свое качество. Я обычно не умею ориентироваться. У меня с памятью вообще какие-то очень странные отношения. Но это потом разговор будет. Но я вдруг в Риме всегда находила дорогу туда, куда мне нужно. И мне пришла сумасбродная идея в голову, что, наверное, моя прошлая жизнь была в Италии. Вот в Риме я ни разу не заблудилась. И к Риму у меня особенное отношение. Более того, у меня там много друзей. У меня там своя семья практически. Друзья — это моя семья. До сих пор мы все время разговариваем по телефону. Есть такой Энсо Самаритания. У него маленький салон, где он поет с гитарой и с роялем. Называется «Ля Чилиут». Это старинный инструмент, который только по описаниям. Я глядила его нитаризмом. И вот маленькая там скрипочка, очень странная. У меня вообще отношение к старине особенное. И у Энсо была коллекция старинных инструментов. Замечательные, замечательные инструменты. И мое присутствие в Риме, эту коллекцию вдруг украли. Для него была страшная катастрофа. Потому что он собирал эти арфы старинные, старинные скрипки. Собирал много-много лет. Энсо в Самаритании. И мы друг друга называем брата и сестра. Действительно, я обрела брата. Потом уже в моих поездках я часто Микки оставляла с Энсо. И уезжала в Южную Африку, в Южную Америку. Уезжала на свои гастроли. Но я знала, что Микки в семье моего брата. Это Энсо в Самаритании. И там случилась еще одна очень интересная история. Я познакомилась с одной семьей. Фердинанда Капабьянко, Мария Капабьянко и дочка Каролина. Меня туда привели, чтобы я учила Каролину на скрипке. Каролина была старше, чем Микки. Микки было 5, ей было лет 9. И там тоже я один раз поиграла. И потом приходила вся семья слушать меня в церковь. И вот наступает Крисмас. Первый мой Крисмас в моей новой жизни. Крисмас. Наступает Крисмас. И потом я уже узнала, что это очень ценится итальянцами, когда у них в гостях вдова с маленьким ребенком на Крисмас. Но это был первый мой Крисмас в моей новой жизни. Было очень красиво, и мы получили подарки. Все это было замечательно. Дальше наступает Новый год. И вдруг в один из дней Фердинанда Капабьянко, он был адвокат, а его жена Мария была нотариус, приходит в церковь и говорит, пожалуйста, приходите к нам на Новый год. Ну, приходите со скрипкой. И я хочу еще договориться с органистом церкви, с которым мы все время уже играли в церкви. У нас была уже большая программа, конечно, это Бах. Договориться с ним, чтобы он тоже пришел. И я соберу гостей, это будут дипломаты, потому что Фердинанда Капабьянко работал для дипломатического корпуса. Я соберу всех людей, которые любят Баха. И вот наступает Новый год. Я прихожу, ни о чем не подозреваю, думаю, ну, там рояль, конечно, есть. И вдруг я смотрю, арендован клавесин на Новый год, специально, чтобы я играла Баха, вот то, что называется афентик, оригинальный Бах. То есть мы должны были играть сонаты для скрипки и клавесина. И собрался народ, человек 20, сидели на полу даже, потому что это принято. Все дипломаты из разных посольств. И все любят музыку. До Нового года начинается, каждый что-то такое делает. Я помню, что английский секретарь, он играл на Волтурне, Марк Пелли. Это все потом мои друзья были. Он играл на Волтурне, он сыграл Волтурновое трио Брамса, потом австралийский посол сыграл что-то на рояле. И ко мне подходит невысокого роста человек и говорит, а я бразильский амбассадор, бразильский посол подошел, и зовут меня, он говорит, Иван Баталья. Иван Баталья? Он говорит, да, мою жену зовут Зина. Оказывается, и там существуют такие имена. Он говорит, я привык встречать Новый год прелюдом Баха из третьей партии. Пожалуйста, я сыграю, как только 12 часов пробьет, я сыграю. Подбегает в этот момент хозяин Фердинанда и говорит, а я привык встречать Баха фугой из первой сонаты соль минорной. Я говорю, пожалуйста, ну вы же, я же не могу вашему гостю отказать, уже первый заказ я приняла. Хорошо, второй номер. И это была совершенно невероятная ночь. Кончила я старый Новый год, как можете себе представить, Чекуны. Вот то, что является пиком у Баха в его сонатах. Чекуна стоит там, на вершине горы. Я сказала им, я плохо говорила тогда по-английски, но всё-таки говорила. Я сказала им, что я прощаюсь со своей старой жизнью. Я играю Чекуну. Чекуна – это произведение, которое Бах посвятил своей умершей жене. Я играю Чекуну, я прощаюсь с моим прошлым, я начинаю новую жизнь. Я сыграла Чекуну, в этот момент раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Они все пьют шампанское, а я тарям-пам-пам, таря-таря-таря-таря-тарюют, который просил Иван Баталья. Сыграла я это. Мне говорят, нет, ты выпей, ты ешь. Я говорю, я должна выполнить сначала заказ. И сыграла фугу. Вот эти три года, которые я отдала Баху, понимаете, это все здесь, это все здесь, это все здесь. Потом пришел в час, в 12.30 пришел мой органист-клавесинист, и мы до 4 утра играли концерт по заявкам. Каждый из этих послов, которые сидели на полу, заказывал какую-то часть из любой сонаты. И большего счастья ни на одном концерте, после ни одного концерта я не испытывала, как в тот новогодний вечер. А Микки в этот момент играл с Каролиной внизу в ее комнате. Все было прекрасно. Вот такое у меня было начало моей новой жизни, эмиграции. К сожалению, Италию мне пришлось оставить ради Америки. Мои документы были сделаны. И когда я летела в самолете, я настолько боялась, настолько мне было страшно того, что я здесь, то, что я здесь должна пережить, и как я должна себя представлять, что у меня началось какое-то страшное заболевание в самолете. И когда нас везли в отель 93-я и Бродвей, назывался отель Грейстоун, а мы его, эмигранты, называли Грейстоун. И я совершенно больная. Нас поселили на 15-й этаж с Микки, и опять-таки одна постель. Я понимаю, что неизвестно, что со мной, температура я чувствую, что у меня температура высокая. Я попросила вызвать врача, я же не знала американские порядки. И приехала бригада полицейских забрать меня в госпиталь. Микки, несчастный мой маленький Микки, он так стал рыдать, что маму забирают. И я подписала документ какой-то там, что никаких претензий к ним не будет, если я умру, что они меня не заберут тогда. И я осталась в отеле. Микки забрали другие эмигранты на другой этаж. И я постепенно, через дня три, я пришла в себя. И вот с этого началась моя американская жизнь. Это большой-большой-большой кусок, как мы начинали здесь в Америке. Вот квартира моя, это тоже подарок. Я считаю, что это все подарки кого-то там, кто за мной там смотрит. Ну, перед тем, как начать свою новую американскую, вообще эмиграцию, перед тем, как уехать из России, было ясно, что скрипки я не могу вывезти. Весь свой, всю свою квартиру московскую мне пришлось раздать, раздарить. Но скрипки, это невозможно без них жить. И тогда возникла одна ситуация. Надо было их каким-то образом переправлять. Я только могла рассчитывать на, опять-таки, на очень близких людей. И у меня до сих пор, это моя год-базу, Юлия Добровольская, которая тогда была замужем за Семеном Гнионским. И это особенная женщина, особенная судьба. Может быть, я потом о ней особенно расскажу. Но она была уже однажды в тюрьме, потому что она отдала свою жизнь, она в возрасте, она отдала свою жизнь, в общем, на... Нет, неплохо я говорю. Она поехала добровольцем в Испанию, когда горела Испания, с Франко, вся эта история. И эти молодые ребята, студенты артистического института, они знали испанский язык. И их послали туда переводчиками. Они летали на самолетах, будучи переводчиками между пилотом и русским инженером, который бомбой сбрасывал. Но потом, когда вся эта страшная эпопея закончилась, она с большим трудом должна была переехать обратно в Россию. Ей посчастливилось, что в Италии она попала в Италию. В Италии она была красотка, рожеволосая, белокожая, с карими глазами, умнейшая женщина, образованнейшая. Но она пошла от отчаяния, она пошла в Италию в политматерскую. И там на соседнем стуле сидел пилот, итальянец. Он в нее сразу влюбился, и он на свой страх и риск перевез ее в Россию. Когда она приехала в Россию, так случилось, что русские, советские деятели не посчитали, не посчитали с тем, что она практически рисковала жизнью там, и ее посадили в тюрьму. Посчастливилось ей, что Сталин скоро умер, и она вышла из тюрьмы. И она потом преподавала в Институте международных отношений. Там она встретила своего мужа Ганьонского, собственно, благодаря которому я поехала первый раз из России. Я возвращаюсь обратно. Но это было еще в России. Я поехала первый раз в свою зарубежную поездку. Я потом о том и расскажу. И вот эта Юля, она была как бы представителем всей итальянской интеллигенции певцов, художников, писателей в Москве. То есть у нее были контакты. И когда встал вопрос о том, что я должна оставить свои скрипки, она говорит, оставь мне. Я постараюсь их передать. Переправить. Это надо было заснять в кино, как я везла к ней домой. А жила она в специальном доме на улице Горького. Кстати, в соседнем корпусе жила Рада Хрущева со своим Аджубеем. И Романачарская с Рафой Стерлием жили в этом доме. Специальный дом. И там все лифтерши, конечно, были доносчиками. Я не могла поставить Юлю сразу под удар. Значит, я приезжала к ней на своем москвичонке с огромной сумкой, как будто бы там лыжи я вставляла. А внутри была скрипка. Один раз она я привезла в одном бутляре и второй раз. И вот эти скрипки, таким образом, чтобы лифтерши не увидели, не заподозрили, хотя я уже, наверное, была где-то на прицеле, потому что я уже подала документы. На самом деле я с лыжами приезжала. И вот эти скрипки Юля передала мне в Италию, когда я еще жила в американской церкви. Нет, одну скрипку она передала, которую мне привез знаменитый глава римского радио и телевизии Паула Грасси. Он дипломат, и он взял просто и положил скрипку в свой чемодан. И я помню этот день. В американской церкви я еще жила. Когда мне позвонили, позвонила его секретарь, сказала, «Маэстро Грасси, сеньор Грасси ждет вас в кафе около пьяца «Република». Ждет вас в кафе. И когда я пришла и увидела эту скрипку на столе, вы можете себе представить, каково мне было. И у меня наконец появилась скрипка, на которой я могла начинать заниматься как следует и играть. Надо сказать, что забегая вперед, вот у меня там на стене висит замечательный постер. Дерево скрипичное, все мастера, там снизу корни и ветки, там Страдивари, Гварнери и так далее, и так далее. И забегая немножко вперед, у меня первый концерт в моей новой жизни с оркестром Санто-Чичилия в Базилико-Димасенсо летом. Я играю концерт на глиссоне, это особенная история, мне все это надо рассказать. Но я помню, когда я пришла на репетицию с этой скрипкой, которую я получила от Паула Грасси, эта скрипка была без имени, но она хорошо звучала. И в Антракте ко мне подходят музыканты, а я знала, что до меня там и Хаффит со Страдивари, с Гварнери, и Крайслер, все знаменитейшие были с потрясающими инструментами играли. Санто-Чичилий. А я со скрипкой, которую потом Жак Францен назвал «Сигарбокс». Но мне было стыдно сказать, что это сигарбокс. И тогда я вспомнила, потому что у меня уже висел этот пост, я вспомнила эти ветки. И тут же, я уже по-итальянски, я тут же начала импсессировать. Мне говорят, а что это такое, как это звучит? А я помню, что вначале, когда только я въехала в Рим, и меня пригласил Фердинанда Капабьянко вместе с Микки в ресторан, я ела стейк. В аргентинском ресторане назывался он «Тоскана». Назывался «Фьорентино стейк». Это «Тибон стейк». Но я тогда помню, я опьянела от первого куска этого мяса. Я запомнила это название «Фьорентино стейк». И вот музыканты со мной разговаривают. Ну что, я могу сказать, что я могу им сказать? Не к Варнери, не сради сигарбокс. И я вдруг начала сочинять. О, вы знаете, это «Фьорентино». А сын, и я стала сочинять, сын Никола Гварнери, и в каком году это было. И они смотрят, как звучит, и действительно, это «Фьорентино». В общем, я им эту историю рассказывала в течение пяти минут. «Фьорентино». А, я еще сказала «Джузеппе Фьорентино». Ну, в общем, потом я им призналась. Я говорю, знаете, что я должна вам сказать правду. Это сигарбокс. Но важно не то, на чем вы играете, а важно то, что вы чувствуете, когда вы играете. И вот это вот, что вы чувствуете, это моё кредо в жизни. Вы должны быть в любви с произведением, которое вы играете. Вы должны это пропустить вот отсюда. Это идёт в уши. Уши требуют. А это ваше продолжение. Вот здесь рядом продолжение того. И скрипка по-другому звучит, если действительно у вас всё это идёт на концертный дельсон или на любой другой концерт. Это вот моя история, одна из моих историй в эмиграции. Но я немножко пошла вперёд со скрипками. Вторая история была ещё более трагичная. Моя Юля упросила итальянского посла, который возвращался в Италию, взять вторую скрипку, которую я мечтала продать, потому что это ценная скрипка была, которую я купила перед отъездом, продав свою, не думая, что я смогу увозить скрипки. И я думала, что мы на эти деньги сможем с моим сыном какое-то время жить, пока я обоснуюсь здесь. Она, Юля, сделала пакет, как кукла. Она купила две куклы, соединила эти пакеты, положила скрипку, завязала, и надо было это отдать итальянскому послу. Когда она не могла пойти, она тоже за ней наблюдали. Но вот этот пакет с куклой понёс её ученик, итальянскому послу. А итальянский посол, он очень темпераментный, он стал разговаривать. Вот какое безобразие, музыканты не могут взять скрипки. Он забыл, что он находится в советском посольстве, то есть в Москве. И Юля могла сесть второй раз на много лет в тюрьму, потому что тогда бы раскрутили эту историю. Но, к счастью, не случилось это, и посол забрал эту куклу с собой в багаж. Он положил её в багаж, который застрял в морозы где-то такое по дороге в Италию. Но в такие морозы, что Юля мне потом говорила, что у неё оправа очков лопнула. Она знала, что скрипка много месяцев стоит на путях где-то. В общем, наконец, скрипка доехала до Италии. И у меня был концерт в Милане, Little La Scala. Я прихожу в артистическую, и, как обычно, за час, и пошла разыгрываться. Разыгрываюсь, а потом надо прийти и переодеться. И вдруг я открываю свою green room, как сказать по-русски? Артистическую. Гремёрка, гримёрка, гримёрка, гримёрка. Нет, мы не называем гримёркой. Это комната, где переодеваешься. Гремёрка. Это гримёрка. Ну ладно, мне надо было пойти в свою комнату, где мне надо переодеться. Я открываю дверь и смотрю, на столе совершенно невероятно. Лежит этот пакет с куклой. Я клянусь вам, что я не такая плакса. Но я помню, что у меня просто чисто физически потекли слёз. Я поняла, что приехала скрипка, на которую, может быть, мы можем с Микки жить. А спрятавшись стоял Пауэлл Грасси, который принёс мне эту скрипку. Это вот история совершенно невероятная со скрипками. Но историю я должна закончить. Эта скрипка приехала со мной в Америку. И я пошла к Жаку Франце, который был моим большим спонсором, другом. Он мне дал на мой дебют, о котором я потом расскажу, он мне дал, на мой дебют он мне дал дель джезу Гварнери. Это моя мечта, когда-нибудь, может быть, случится, иметь дель джезу, настоящий дель джезу, который стоит много миллионов. Но пока что у меня есть копия, вот она, скрипичного, замечательного мастера нашего американца. Он Сэм Зигмунтович, он еврей, родившийся здесь от польских эмигрантов. Это скрипка номер один, которую он сделал. Он был ещё у Жака Франце тогда в студии. И эта скрипка – копия дель джезу Гварнери, на которой играл Крейслер, которая в библиотеке в Вашингтоне. И никто, кто не знает, что это современная скрипка, но это все мои теории, о которых я вам уже рассказывала, надо, чтобы это место участвовало в скрипке. Эта скрипка звучит так, что те люди, которые не знают, что это не старинная скрипка, думают, что это действительно скрипка дель джезу Гварнери. Копия, на чём играл Крейслер. Вот и Жак Франце, который такой мой друг, я к нему иду. У него тогда была его знаменитая студия, где продавались старинные инструменты. Это как клуб, высокой квалификации клуб музыкантов. Там все бывали. У него висели портреты, начиная с Хайфица, я не знаю, там кто угодно. Портреты с надписями ему, Жаку. И этот Жак, я прихожу к нему, 54-я, там рядом с Кармаги Холл. Вытаскиваю эту скрипку, которую я привезла из Италии. Он смотрит на меня и говорит, «Ниночка, это я должен огорчить вас. Это какой-то немец, но это никакой не итальянец даже». Я закрыла скрипку и от 54-й, 57-я, это 57-я, пардон, рядом с Кармаги Холлом, до своего дома. Я даже не могла сесть в автобус. Я шла и плакала. Потому что я представилась, как, сколько было в это вложено, чтобы эта скрипка приехала ко мне. Юля рисковала своей свободой. И у меня теперь нет на что жить. Но я работала, я стала работать. И надо сказать, что тоже кто-то там, как я уже много раз говорила, кто-то мне помогает в самые тяжелые минуты. Когда мы въехали в Нью-Йорк, и мы жили в этом Грейпстоун, этот дом, в котором я сейчас живу, он отстраивался для людей с достатком, чтобы квартиры покупали. Но район был страшный. И проститутки, и наркоманы, и грязь, что угодно. Но когда я посмотрела эту квартиру, этот дом бы еще не был готов, я поняла, что это единственное место, где мы сможем с Микки жить. Потому что шла за мной моя полуторатонная библиотека. Я из России единственное, что взяла, заплатив большие деньги за то, чтобы привезти эти ноты и книги, которые у меня здесь на полках. У меня еще и много появилось после этого. Но это была библиотека. Стояли здесь ящики. И мне надо было куда-то поставить эти ящики с библиотекой. И я поняла, что я должна сюда переезжать. Мне повезло, что в этот момент я сыграла на прослушивании для менеджеров. И на это прослушивание пришел знаменитый Эври Фишер, имени которым сейчас назван зал в Линкольн-Сентре, в который он вложил деньги. Он пришел на это прослушивание, потом пришел к сцене и говорит, пожалуйста, приходите ко мне домой сегодня вечером с вашим ребенком. И он мне помог с моими первыми аудишинсами. И тогда я должна еще сразу рассказать о человеке, который во время этой аудишин прошелся... Аудишин было в Каннеги-Холл. И сидели менеджеры, и сидел Эври Фишер. И человек по имени Алекс Корус, Саша Корус, прошел, услышал меня. И поэтому, собственно, и появился Жак Франце и все остальное. Алекс меня услышал, и он меня привел к Жаку. И эта скрипка – это подарок Алекса Саши Корус. Первая скрипка, которую сделал знаменитый Зигнутович. А теперь эти скрипки в такой цене, что даже нечего об этом говорить. Но эта скрипка стоила тогда всего 15 тысяч.